У меня была возможность уехать в школе, в институте и после. Здесь мы выходим к вопросу утечки мозгов. Вероятность того, что что-то может выйти из-под контроля, она есть. Мы вас услышали, взяли на заметку. Страх обычно возникает тогда, когда вы нехорошо разбираетесь и знаете, можно ли бояться или нет. Как обезопасить себя и возможно ли обезопасить себя. Восстание машины судного дня не будет. Вы за искусственный интеллект. Мы в итоге там обгоним Израиль. Парит Гаттал имеет многолетний опыт работы в сфере IT и цифровизации. Он начал свою карьеру в качестве разработчика программного обеспечения и бизнес-аналитика. Затем занимал руководящие должности в глобальных технологических компаниях, специализируясь на архитектуре бизнес-приложений. Парит искренне верит, что за цифровым миром будущее. Я закончил обычную государственную школу. И на тот момент были определенные тренды. Были определенные тренды. Очень востребовано и было модно, скажем так, поступать. Юридический, экономические специальности тогда были востребованными. И учитывая, что у меня был математический склад ума, у меня очень хорошо получалось в математике, мне нравились IT-технологии. Но вот в какой-то момент почему-то, наверное, вот этот выбор, он в принципе, я дальше всю свою жизнь, весь свой профессиональный опыт не отходил от курса, от этой специальности. То есть мой выбор, сделанный в 10-11 классе, он до сих пор влияет на то, кто я есть и чем я занимаюсь. В тот момент, наверное, я понял, что наука в чистом виде, она не востребована, по крайней мере, в нашей стране. Потому что у нас идет бурное развитие, мы в основном потребляем конечные продукты, конечные технологии, готовые к использованию. И на тот момент наша страна не была готова стать частью научного сообщества, где нужны были ученые в чистом виде, математики в чистом виде, экономисты в чистом виде. Поэтому тогда я понял, что есть потребность прикладывать. То есть прикладная наука, она является, наверное, ключом к успеху. То есть если мы говорим про задачи экономические, то нужно какой-то инструмент их решать. А это математика. Вот математика для экономики, это уже интересно. То же самое там IT для экономики, IT для бизнеса, это тоже интересно. А вот в чистом виде это, конечно, на тот момент было непросто. Те задачи, которые перед собой ставили до поступления, они оправдали себя? То есть вы добились и достигли всего того, чего хотели? Почему поступали? У меня четкого плана не было сказать, что я там расписал себе, что я там через три года добьюсь такого-то высоты и так далее. У меня, наверное, было желание стать специалистом своего дела, прежде всего. И в какой-то степени, наверное, я достиг. Но я считаю, что нет предела совершенству, нужно всегда развиваться. И второе, что я хотел, чтобы быть специалистом востребованным. То есть демонстрировать на практике свои умения и быть полезным обществу, стране, там, где ты находишься. Вот это наиболее, наверное, такая важная вещь. И на протяжении, там, последних лет моей карьеры, работы, в основном я, конечно, был участником довольного проекта, который в итоге приносил какую-то, там, огромную пользу предприятиям, там, государству, обществу. То есть приложить полученные знания вам удалось в жизни? Потому что очень много наших респондентов говорят, что все знания, которые они получали, потом по жизни им на практике не пригодились. Абсолютно верно. Вот хочу пример привести. Например, проект у нас был, там, у меня был лет 7-8 назад в предприятии, нефтегазовом предприятии, где мы занимались определенной, там, автоматизацией. И в какой-то момент необходимо было решить сложную математическую задачу распределения. И я вдруг резко понял, что, оказывается, это то, что мы делали на первом курсе. Да, вот, там нужно было перемножить матрицы, потом найти, там, найти, соответственно, неизвестные. Вот, и для, вот, в этот момент я действительно был горд, потому что я это изучал, да, я это мог сделать. И подтверждение этого у нас были коллеги из других стран, и вот коллеги из Индии, увидев, как я начинаю решать, он, оказывается, тоже был прикладником, да, прикладной математикой. Он говорит, слушай, да, это действительно то решение. И, ну, вот тут, мне кажется, был такой знаковый момент. По большей части, все, что сейчас у нас новое появляется, оно появляется именно в нефтегазовом секторе. Понятно, почему нефтегазовая страна. А как сделать так, чтобы и в других сферах появлялись какие-то такие проекты, интересные разработки? Если брать, например, нашу страну, у нас, ну, тягач это нефтегаз, и в нефтегазе у нас образуются корпорации. То есть корпорации это компании, крупные компании, где очень много внутренних процессов. В мире, если посмотреть, как раз-таки заказчиками технологий являются корпорации. Задача номер один – это создать экосистему, где будет формироваться спрос. У нас в некоторых областях уже формируется что-то похожее на корпорации, да, вот в секторе финансовых услуг уже появляются достаточно крупные, да, там, холдинги, организации. Вот они, собственно, сейчас и демонстрируют, вот они и формируют этот спрос среднему и мелкому бизнесу, а большинство компаний в Азербайджане по международной классификации, они относятся к мелкому и среднему бизнесу. Очень редко заказывают, не готовые к использованию технологий, то есть вкладывают в неокр, по сути, да, в разработку чего-то нового, очень мало. Это должны быть какие-то стартапы, кто ищет ноу-хау, да, кто хочет, ну, разработать то, чего нигде нет, используя какие-то современные технологии. То же самое машины обучения, искусственный интеллект, вот. Здесь тоже необходимо, чтобы был определенный спрос, да, потому что формировать, решать какую-то задачу мировую в Азербайджане сложно. Почему? Потому что нужно обладать большого количества информации о том, что происходит в мире. То есть повторить чью-то работу очень большой шанс. То есть если здесь начать решать задачу, к примеру, если мы хотим, там, какие-то совершенные методы оплаты, да, допустим, там, оплаты, там, по отпечатку пальца, например, да, то есть внедрить, то с высокой долей вероятности где-то там в Америке, либо где-то в Китае кто-то таким уже занимается, да, и очень часто у нас просто не хватает вот этой информации. Мы начинаем делать приблизительно то же самое, что уже где-то кто-то либо сделал, либо начал делать, вот. Развиваясь на международных площадках, конечно, там больше, там, доступ к информации гораздо, ну, быстрее происходит. Там больше людей, кто может посоветовать, стоит ли идти в это направление или нет. Но, тем не менее, у нас очень много за последние пять лет есть примеров, когда все-таки наши стартапы выбиваются и действительно дают миру что-то новое. Ну, как подтверждение, получают финансирование за рубежом, развиваются. Наверное, уже там более пяти таких стартапов точно есть в стране. Ну, здесь мы выходим к вопросу утечки мозгов по поводу того, что очень много специалистов, они выбирают не свою страну. Вот вы сами, например, не уехали. У меня была возможность уехать в школе, в институте и после. Каждый раз, когда, ну, вот, подходил момент, когда нужно было делать выбор, мне не останавливало уезжать. Очень простая, наверное, там, причина. Потому что я ощущал, что здесь высокая потребность таких специалистов, как я. Я нужен, я действительно могу решать какие-то задачи, да, там, для бизнеса, для общества. И это меня всегда останавливало. Наверное, как только я пойму, что, там, я не востребован, да, как только я пойму, что что-то идет не так, да, и где-то, там, гораздо мне будет комфортнее, либо удобнее, да, комфортнее, удобнее решать какие-то задачи, там, использовать свои знания, то, возможно, я, там, задумаюсь об этом. Но сейчас я подтверждаю, что наша страна достаточно амбициозна и высокими темпами развивается. То, что решается здесь, где-то на Западе давно уже решено, да, вот. И там абсолютно другими задачами занимаются. В основном занимаются задачами планирования, прогнозирования на долгие годы вперед, какой-то мега-оптимизации, да, вот, используя, вот, собственно, и искусственный интеллект. Вот, здесь задачи более простые, но их гораздо больше, и эффект гораздо понятней. Да, здесь элементарно, мы находимся сейчас на стадии просто автоматизации. То есть, каждый процесс, предприятие, там, задачи работы, там, государство с обществом, они все нуждаются пока что просто в автоматизации. Вот, и следующий этап – это уже внедрение каких-то более умных, да, инструментов. А как вот это небольшое отставание, скажем, да, можно предотвратить или сделать так, чтобы были на шаг впереди? Хороший вопрос. Наверное, у меня ответа на него нет, да, и я думаю, что у многих на него нет ответа. Есть, наверное, понимание, ощущение, что нужно формировать экосистему. Вот, если связать ваш вопрос вот с предыдущим, почему люди уезжают, вот, экосистема, она способна удержать. То есть, недостаточно воспитать человека, да, потому что, ну, хорошее образование без экосистемы – это просто подарок соседям. Вот, соответственно, экосистема без образования – это значит опять подарок соседям, потому что, по сути, мы будем привлекать международную экспертизу и платить за это большие деньги. Вот, нужно комплексно и воспитывать собственные кадры, и обязательно сформировать экосистему, где формируется спрос на интеллектуальные технологии. Для Азербайджана, мне кажется, успех заключается в том, чтобы мы больше интегрировались в регион. То есть, наш регион – это наши соседи, да, это пространство тюркоязычных стран, пространство СНГ, это, соответственно, география, да, то есть, из-за Кавказа. Вот, если вот мы больше будем интегрированы в региональное сообщество, мне кажется, учитывая наши, там, возможности финансовые, учитывая потенциал кадров, мы можем занять нишу определенную, мы можем стать лидерами, в том числе и эти технологии. Но при этом азербайджанским стартапам очень сложно привлекать инвестиции. Дело в том, что вот у нас в стране есть фонды, то есть у нас есть фонды, они готовы оплачивать и инвестировать в стартапы. Появляются частные фонды венчурные, вот. И очень часто дело в том, что наши стартапы, которые, ну, пытаются здесь получить финансирование, они нацелены на, в основном, на рынок Азербайджана, в основном, да. Те, кто изначально планирует, да, развиваться уже на мировом рынке, ну, Инстаграм создать второй, да, например, да, то есть тот продукт, который станет, ну, востребованным везде, и это будет мига успех. Вот обычно создатели такого стартапа, они изначально не планируют привлекать инвестиции в нашей стране, да. Да, они примерно понимают, как это все работает и стараются не терять время, да, привлекая здесь инвестиции, стучаться в те двери, где инвестиции бывает гораздо больше и их гораздо легче получить. Здесь из-за того, что молодой рынок инвестирования у нас очень, ну, бережно и, ну, относится к инвестициям более, ну, учитывая все риски, скажем так. Вот, поэтому их, вот, наверное, в таком объеме, который можно получить на Западе, здесь дают гораздо тяжелее получить инвестиции, да. Мы говорили о тех же специалистах, о дефиците специалистов на местном рынке. Мы привлекаем международных специалистов, хорошие кадры. Какие специалисты, в каких сферах? Менеджеры, сами айтишники, то есть кто сейчас необходим нашему рынку? У нас на данный момент, что я вижу, это мы активно привлекаем разработчиков, архитекторов, разработчиков, senior level, то есть те, кто видит всю картинку, да, и которые могут управлять молодыми программистами нашими, азербайджанскими, да, потому что очень долго у нас разработка, процесс разработки, он был, ну, можно назвать его кустарным, можно назвать его непрофессиональным, то есть мы не относились к разработке как к какому-то там процессу, да, то есть все было на, грубо говоря, на плечах программистов, без какой-то систематики, там кто-то мог написать код, потом уйти из компании, этот код никто прочитать не может, да, то есть команды между собой общались, ну, как могли, да, а вот на Западе давно уже процесс разработки весь расписан, с точки зрения того, кто какие задачи решает, как коммуницировать внутри, как тестировать, вот, ну, и, по сути, сейчас у нас только самые передовые компании внедряют это, вот, это, там, телеком-операторы, которые часто разрабатывают что-то, это банки, которые уходят в финтек, вот, здесь уже происходит это, а в целом в других отраслях пока этого нет, вот, ну, и, вот, по сути, вот, иностранцев привлекают в основном для того, чтобы вот эти процессы управлять, чтобы они выстраивали так, как должно быть, как принято уже, ну, в большей части мира. Второе направление – это работа с данными. У нас, ну, да, данные есть, но очень редко, когда все данные собирают в одном месте, очень редко, когда та или иная структура, вот, взять, вот, есть супермаркетов, там, огромные данные формируются, да, либо тоже телеком-оператор, там еще больше данных, вот, но извлечь из этого какую-то бизнес-пользу, да, у нас редко получается. Обычно они просто вот так и остаются где-то там, как цифровой след, да, вот, а этот цифровой след можно было бы и монетизировать, использовать для принятия решения, там, прогноза наперед. Тут тоже большое значение имеет опыт, да, методика как таковая, она, ну, может привести в никуда. То есть нужен опыт, а опыт, да, естественно, используется в передовых странах. Наши кадры, там, можно сказать, by default, по умолчанию, готовы работать в тюркоязычном мире, в русскоязычном мире и англоязычном мире, вот. Вы еще немецкий выучили. Ну, я, да, я начал учить немецкий, да, то есть и много очень людей, кто немецкий знает, французский знает, итальянский тоже начинает быть востребован. Но я так скажу, в основном все-таки языки изучают, мне кажется, ну, если IT-сферу взять, ну, в IT-сфере больше все-таки уклонение на языки, а на языки программирования, вот. Вот, но тем не менее, то есть, вот, вопрос языка, мне кажется, это та возможность, которую мы упускаем. То есть мы можем действительно стать хорошим центром, вот, как раз-таки региональным, где мы на всех трех языках, да, можем оказывать услуги. А если, возвращаясь к искусственному интеллекту, вы неоднократно говорили, в каких сферах мы могли бы его использовать и достаточно успешно? Вопрос востребованности, насколько он нужен сейчас нам, да, и мне кажется, что он сейчас не настолько востребованный, но начинать создавать базу для развития нужно сейчас, чтобы когда мы перешли процесс автоматизации, когда мы начали задумываться о том, что нужно еще сделать, чтобы быть эффективнее, у нас будет выбор, либо покупать готовые технологии, либо использовать, а чтобы использовать, нужна многолетняя база собственная, да, разработок, специалистов, вот. Как оценивать, например, уровень подготовки страны в вопросах, там, того же изучения искусственного интеллекта? По количеству работ. Сколько, там, работ, да, было опубликовано в международных журналах, там, газетах, ну, на тему искусственный интеллект. У нас пока количества очень мало, да, у нас, к сожалению, очень мало, и вот здесь можно, здесь можно поработать, например, актуальная задача, очень, и мне так кажется, это вопрос распознавания речи и, в принципе, распознавания текста, да, вот, если вы сейчас Apple американский позвоните, вы будете очень долго разговаривать с роботом, да, и, скорее всего, он даже решит вашу проблему. То есть, чтобы выйти на оператор, и это не просто, там, нажмите кнопку 1, 3, 5, вот, а потом ждите. То есть, это действительно искусственный интеллект, который разговаривает человеческим языком, да, вот, и он, в основном, решает задачи, и, там, процентов, несколько процентов, ну, есть вероятность, что он переведет на оператора. Вот, у нас, мне кажется, это тоже очень востребовано, потому что, ну, вот, взять, например, соцсети, на каком языке вы комментарии пишете? Ну, если бы я была в соцсетях, я бы писала на русском. Вот, вы напишете на русском, но, скорее всего, где-то напишете на русском латинскими буквами. Нет. Да. Я буду писать именно на русском. У вас, да, свой стиль, но вот, что показывает статистика, да, то есть... Очень часто, кстати, так пишут. У нас, да, есть пересечение кириллицы латиницей и азербайджанской латиницей, учитывая, вот, буквы А, Ё и так далее, да. Очень часто они игнорируются, у нас, соответственно, есть, ну, свои диалекты, сленги и какие-то там привычные слова, и нету базы данных, и не нужна. Да, вот, искусственный интеллект, как раз-таки, может, ну, правильно, как бы, собранный, созданный, да, механизм, он сможет самообучиться. И в результате большого количества работ он сможет, в конце концов, понять, да, что, там, допустим, ма-вер, да, или мэ-на-вер, да, это одно и то же. Это одно и то же. Да, то есть он сможет процессы понять, да, то есть заложить сразу все не получится, вот. И тут вот это, к сожалению, есть вот текущая потребность. Заставить людей полностью писать корректно на том языке, на котором он хочет написать правильно, пока что не получается. И это, ну, настолько сложная задача, вот. Многие работают над этим, я знаю, и в Адауниверситете есть, ну, много работ, там, какие-то даже успехи есть. Там у нас дельманч есть, который занимается профессиональным переводом. Но, тем не менее, вот, мне кажется, результат такой работы должен быть публичный веб-сервис, да, который любой разработчик может просто подключить к себе, да. Ну, я, например... И использовать. Да, банк, у которого есть, допустим, чатик, да, где они просят, там, вопросы задавать. То есть если вот просто взять и использовать, это, конечно, будет очень, там, ценно. И вот это то, где можно дать толчок, да, потому что оно нужно всем, да, вот. И, там, ну, толчок можно дать на уровне государства, там, не знаю, на уровне какой-то, там, публичной, публичной организации. Согласна с вами, ну, например, те же банки во всех странах их называют такой системой, которая привержена консервативным взглядам. Они очень, не хотя идут на какие-то такие нововведения, и тем более цифровизацию, там, все прочее, что с этим связано. Но если возвращаться к искусственному интеллекту, искусственный интеллект, ведь мы не можем... Ну, то есть те, кто боятся, например, восстания машин, но тоже восстание может случиться, только если они будут знать больше нас. Они же не могут знать больше нас, потому что кто создает все это? Создает же сам же человек, и он туда программу включает, которую он сам знает. Ну, знаете, как вот Каспарова выиграл компьютер. Да, в игру гол тоже победил компьютер чемпионов мира. Потому что в него целую кучу программ ввели. Программы, которые запоминают огромное количество информации, в том числе, как можно было там выиграть, так выиграть. То есть какие были. Искусственного интеллекта преимущества в чем? Это, по моему мнению, прошу прощения. В том, что он запоминает его память намного больше, шире, чем наша. Вот этот шаг между тем, что мы туда все завожили, и что может сам искусственный интеллект в итоге сделать, он, понимаете, неосязаемый. То есть никто не может... Из-за того, что с процессом обучения, по сути, в какой-то момент перестает человек управлять, да, и искусственный интеллект самообучается, и никто в какой-то момент уже не понимает, а что он там делает, что он обучает. Массив данных большой. Вот он может прийти к чему-то, собственно, сам, да, вот. Вот, и если не проставить изначально, да, вот эти контроли какие-то определенные, вероятность того, что что-то может выйти из-под контроля, она есть. И это, ну, понятно, что стиральная машина в худшем случае сломается, да, если там искусственный интеллект. Но если мы искусственный интеллект поместим, там, не знаю, в ракетную установку, вот, то, конечно, последствия может быть ужасные. Вот, или же искусственным интеллектом, ну, доверить управление транспортом в городе, да, то есть экономический, там, не знаю, эффект, он негативный, то есть может быть серьезный. Но, с другой стороны, чем более серьезную задачу ты даешь искусственным интеллекту, тем больше и эффекта. Если он 364 дня в году будет справляться с управлением транспортом и один день, допустим, произойдет сбой, да, это гораздо лучше, да, чем продолжать управлять транспортом вручную, например. Вы за искусственный интеллект? Я, конечно, однозначно. Но страх остается по поводу искусственного интеллекта? Знаете как, у меня страха нет, ну, вот, у меня страх есть к собакам, например. А знаете почему? Потому что у меня нет собак дома, вот. То же самое искусственный интеллект, вот, вы, допустим, по работе с ним не пересекаетесь, да, и у вас возникает какой-то страх. Страх обычно возникает тогда, когда вы нехорошо разбираетесь и знаете, можно ли бояться или нет, вот. Вот, поэтому, мне кажется, что бояться точно не стоит, вот. И в ближайшие, там, десятилетия нет никаких вообще рисков. Потому что, во-первых, мы находимся на очень ранней стадии изучения этого, вот. И, во-вторых, мне кажется, что, во-первых, прецедентов не было, да, то есть каких-то серьезных, вот. В основном все-таки пока что результат все позитивные, созидательные, скажем даже. Ну, то, что на ранней стадии я бы это не посчитала за плюс. Второй момент, почему страх есть, но то же самое несколько лет назад очень много говорили о том, что, ну, например, на телевидении, да, будут все ведущие, там, корреспонденты, они уже как роботы. Потому что уже были прецеденты, где-то создавались. И вот сейчас вскоре времени это, получается, в какой-то степени это может ударить по рынку труда. Вы боитесь своей карьеры. Да, придется перепрофилироваться в 50 лет, к примеру. Есть такой риск, вопрос, управляем ли мы этим риском, понимаете. Если риск управляемый, то, по сути, здесь бояться не надо его. Если вы будете точно знать, что через 20 лет роботы будут провозить интервью и там на телевидении играть основную роль, то вы начнете сейчас перепрофилироваться, понимаете. То есть неожиданно ничего не произойдет. Восстания машин и судного дня не будет. Но действительно технологии и не только искусственный интеллект, они приводят к тому, что та или иная специальность, она вымирает. Как исчезли трубочисты, так и исчезнут в будущем. Бухгалтера могут исчезнуть, например. Могут исчезнуть юристы в какой-то степени. Могут исчезнуть какая-то категория врачей. Потому что уже сейчас есть, искусственный интеллект может диагнозы ставить. Потому что он обучился большой базой данных, кейсов разных. И знает гораздо больше, чем любой врач. В каких-то базовых терапевтических, скажем так. Но при этом там тоже очень много спекуляций в медицинской сфере. Ну, не без сложностей. Вот, искусственный интеллект сейчас есть странный, помню, там, в качестве пилота он вместо судьи дает заключение. Потому что он ссылается на всю базу данных, исков и решения по искам. То есть есть уже начинание и пилотное использование искусственного интеллекта. Да, в конце концов приведет к тому, что... Но эти, понимаете, люди перепрофилируются, займутся чем-то другим. Это эволюция, развитие. А вам самому чем помог искусственный интеллект? И помог ли? Если честно, у меня больше, наверное, опять же, прикладной интерес к искусственному интеллекту. Я не занимался им с точки зрения науки. Это, наверное, помогает в вопросах автоматизации. То есть даже когда мы сейчас говорим о том, что необходимо усовершенствовать тот или иной процесс, понимание, что я следующим этапом, шагом могу как искусственный интеллект применить, меня, во-первых, вдохновляет, во-вторых, дает больше, как бы, козыри для того, чтобы все-таки тот или иной проект совершился. Потому что я показываю не только промежуточный результат, но и конечный. Что мы в итоге, да, мы в итоге там обгоним Израиль. Но для этого нужно сделать один-два шага. Но такие перспективы, они, естественно, вдохновляют всех. И самое главное, как вы используете свои знания в компании, которой сейчас работаете, в PricewaterhouseCoopers? Стоит отметить, что вот вопрос технологий, например, мы являемся неким хабом в нашем регионе. И это, я считаю, что тоже очень такое знаковое событие, потому что мы очень активно привлекаемся в других странах, да, то есть на проектах, какую-то несем, в общем, свою экспертизу и тем самым повышаем роль, да, азербайджанского офиса. С другой стороны, на рынке Азербайджана мы решаем сложные задачи обычно. Чем, например, ну, мы международная компания, да, вот у всех возникают вопросы, там, защиту вокального рынка, то же самое. Но очень редко, когда мы пересекаемся вообще с вокальной экспертизой. Рынок так устроен, что он четко понимает, где он хочет видеть вокальную экспертизу, где хочет международную. Международная. Да, никто друг с другом, по сути, не конкурирует. Вот, мы наоборот, то есть, та задача, проект, да, где есть необходимость вот международного опыта, какую-то часть, да, вот, нужно, там, какой-то процесс, чтобы, там, скопировать, не знаю, его попробовать имплементировать, да, вот, либо использовать какое-то готовое решение. Вот мы как раз-таки в основном, да, решаем эту задачу комплексно. У нас есть сильная вокальная экспертиза, мы привлекаем международную, и вкупе, вот, в совокупности, да, мы даем тот результат, который, ну, пока на сегодняшний момент, там, вокальные компании не могут сделать. Но при этом есть пересечение интересов с международными компаниями. Да, вот здесь у нас достаточно такая сильная конкуренция. Что бы вы сами себе пожелали? Хороший вопрос, да. Ну, наверное, я пожелал бы сохранять темпы развития, да, сохранять темпы развития, и чтобы в целом карьера, профессиональное развитие, оно носило созидательный какой-то эффект, да, и в моей личной жизни, да, и в профессиональной жизни, вот. Ну, и, наверное, я пожелал бы еще почаще, да, почаще делиться своими, да, своим опытом, своими мыслями, да, собственно. Мы вас услышали. Да, как сейчас, да. Мы вас услышали, взяли на заметку, и будем стараться почаще. А формула успеха у вас есть? Есть форма успеха, да, но скажу, сказать, что она такая стабильная, фиксированная, по которой на протяжении там всего периода не меняется, нет, она часто очень меняется. Основной момент такой, что нужно всегда обучаться, вот, нужно много работать, да, то есть, ну, что означает много работать, это означает, что если мы там возьмем 8-часовой рабочий день, да, то, наверное, 3 часа в день там нужно абсолютно необходимо посвящать какое-то саморазвитие, вот, потому что в вопросе IT-технологий всегда нужно изучать актуальные, да, предложения, актуальные возможности, вот. Вот, где-то 5 часов, там, 4 часа необходимо уделять конкретной работе, да, которые, ну, по сути, это проекты, да, это, там, реализация, там, решение задач, и третье – это обучать, передавать знания, да, то есть всегда нужно развиваться, нужно, чтобы команда развивалась, нужно, чтобы новые люди появлялись, новые люди быстрее получали, как бы, выжим, ну, быстрее получали то, что мы, например, там, проходим за 2 года, да, там, свои ошибки, там, учитывая все, весь пройденный путь, что мы в сжатом виде передавали следующим, ну, поколению, может, молодым кадрам, это, вот, как раз ключ к успеху, к общему, а общий успех, он также является персональным успехом. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время, ответили на вопросы, и надеемся в скором времени снова с вами увидеться. Удачи! Спасибо, да, тоже спасибо. 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 Спасибо.